Друзья мои, добрый день! Сегодня 3 февраля, это Ленинградская область. Сегодня я сею перцы, действительно острые, забыла вчера, надо досеять. И сладкие перцы, какие и как я сегодня расскажу. Сразу буду отвечать на вопросы. По вчерашнему дню такой хороший вопрос задали, почему я подкармливаю перцы не 13-40-13 удобрением, а монофосфатом калия. Сразу отвечу. Посмотрите, я смотрю на рассаду. Вот такие вот жирные листья, хорошие, зеленый цвет прекрасный. Поэтому, конечно, азота им давать нет никакого смысла. Прям насыщенная хорошая зелень. А корневую систему нам нужно все-таки подкармливать. Поэтому я их подкармливала монофосфатом калия. Здесь 50% фосфора и 30-33% калия. Фосфор нужен для корневой системы, калий тоже нужен. Он отвечает за иммунитет растения. Значит, вот в этом случае, вот эта оустома, вот выглядит она мне на сегодняшний день вот так. Вот это 10-го числа ей будет 2 месяца от сходов. Я считаю, что нормально. Здесь вот надо комплексно подкармливать. Все-таки монофосфатом я пока подкармливала. И также корешочки вон появляются. Ну, и, значит, 13-40-13 тоже со стимулятором корневой системы. Вот думаю, на этот вопрос я ответила. Смотрим по своим растениям. Что им лучше и больше надо. Вот видите, насыщенная вот такая вот листва. Все, перцы у меня здесь остались на веранде. Не стала я их нести уже в дом, а под лампы. Здесь повесим лампы, работает здесь инфракрасный обогреватель на ночь. В общем, все у меня переезжает потихонечку сюда. Так, по поводу посева перцев. Почему рано так я севе перцы сладкие? Ну, с острыми все понятно. Они очень долго растут. Посею, пусть растут. Может быть, тоже прищипывать буду для кустистости. Вот, ну, нужно посеять. Вот, это, конечно же, тоже рановато, сладкий перец. Но по срокам, я так скажу, друзья мои, у всех разные абсолютно условия выращивания. Разные ситуации. Допустим, я живу в своем доме, и я могу ухаживать и смотреть за перцами буквально до середины октября. У нас, как правильно, заморозки отодвигаются. Вот, и в начале тоже я могу что-то поставить, какой-то там обогреватель и посадить их. Вот. У сестры другая ситуация. То есть, 15 числа они заезжают на дачу, и 15 сентября они уже с дачи выезжают. Конечно, она сажает перцы пораньше, и точно так же и рассаду помидор, чтобы по максимуму все-таки собрать. У нее так как немного, поэтому она занимается перевалкой, тоже подкормкой. Это вот в плане, никто не скажет вам, вот когда сажать перцы. Хоть и говорят, что высаживать нужно, значит, в рассаду там 60-65 дней. Но, опять же, да, вот сейчас я их посажу, представляете, но пусть через 10 они взойдут. Это у нас будет 15 февраля. Это март-апрель, то есть 15, считай, апреля она будет уже готова к высадке. Это, конечно, очень рано. Вот. Ну, если есть возможность переваливать, то, конечно, можно переваливать. Но если их там 30-50 штук, то тут, знаете, двухлитровых горшков не насобираешься. Вот. Сажаю сегодня острые, ой, сладкие перцы. Сладкие перцы. Подготовила я землю. Вот такие купила на зоне стаканчики. Всё-таки не прозрачные, а зелёные. Здесь у меня, опять же, просто земля для рассады и пикировки. Торф. Вот. Ничего больше я сюда не добавляю. Единственное, что я всю эту землю приготовила дня за 3-4. То есть я вот в землю насыпала вот такого бактерии-помощники Атлант. Хороший биопрепарат. Здесь у нас как триходерма и также фосфорообразующие и азотообразующие бактерии. Вы знаете, может быть, и растёт всё, потому что вот это добавлено. Значит, это я приобретала на семена-форум.ру. Здесь идёт полтора грамма на 10 литров. Здесь 90 граммов. Представляете? То есть, насколько его хватит. То есть я вот добавила, пролила. Пролила я в этот раз. Можно пролить любым препаратом, какой есть у вас. Или биогомосом. Или можно вермикулитом. Сегодня я вот такой вот вермикофе. Вот сегодня приобрела вот такое. Была вимоси. Это для полива. Тоже в процессе расскажу. Чтобы не простой водой поливать, а делаем такую вот водичку слабенькую и поливаем. Ну, я пролила вот этот препарат. Буду тестировать в этом году полностью. Значит, он недорогой по составу. Очень хороший наш. И вот посмотрим. То есть я пролила вот слабым раствором вот этого препарата. Поставила всё на тёплый пол. Закрыла. Вот она у меня три дня стояла. Сегодня третья. Значит, я буду заниматься тем, что посею семена. Сею я буду сеять вот такой вот оранж-глори. Прислали мне тоже. Это в подарок. Секраси Екатеринбурга подписчица прислала. Спасибо большое. По её наводке я нашла тоже этот магазин Семена Урала. Там заказ делала. Эти, значит, семена я приобретала в семена-форум.ру. Вот буду сеять их. Вот эти все Риалта, Помпео. Это я уже третий год буду сеять. Очень я ими довольна. Вот эти Ламуи, Лакшери. Это я буду тоже тестировать. И также мне прислали. Одна подписчица прислала вот такой оттенка. Забор красный. И ещё тоже подписчица прислала от Семена России. Ну вот попробую один. Так что семена у меня есть. Также буду вот из таких пакетиков сеять. Это перец сладкий гигантский окон Кагуа. Это сорт огромный. Это там до 40 сантиметров. Перец манганджи. Ну это где-то я лазила по интернету. Вот и нашла перец Корнодиторо красный. И вот испанские сладкие. Это свои семена. Куст был обалденный. Но очень высоко. Тоже его хочу порезать. Ну вот эти все перцы я буду резать. По опыту прошлого года. То есть я выращивала вот этот Риалта и Помпео перцы. У меня было по две штуки. И один по одной штуке я обрезала. Но обрезала уже поздно. Практически когда они были в теплице. Тоже там развилка где-то около 80-90 сантиметров получается. И я их что-то так резанула. Прямо уже там поздно. Но я хочу сказать, что это не отдалило нисколько плодоношения. И по количеству плодов было до 30 плодов на этих кустиках. Я даже в роликах показывала. И показывала где развилка у того, который не обрезан. И где развилка. Начинаются вот эти ветки, где обрезанный был. В этом году вот эти у меня будут стоять на средней грядке высокорослые. Всех я их порежу сейчас в процессе. Ну, видимо, через месяц где-то. И буду смотреть, что же с ними будет. Этот тоже перец многие приобрели у меня. Спасибо большое. Очень урожайный. Там висело до 60 штук таких вот конусовидных длинных плодов. Замечательный сладкий перчик. Вот я его тоже хочу порезать. Ну, я думаю, что перцы у меня будут. Плюс-минус 2-3 килограмма на сотку. Сами понимаете, что это не так и страшно. Поэтому надо пробовать. Также мне написали, что кто-то режет баклажаны. Я пока, вы знаете, я не вижу никакого смысла пока баклажаны резать. Потому что у них все равно развилка довольно-таки низкая. У меня нет вот таких вот. И потом они нарастают с этой развилки. Большие шикарные кусты. Тоже нужно кормить обязательно. Вот. То есть я что буду резать? Это я порезала острые. Порежу. Взошли у меня 28 числа. Томаты тоже хочу порезать. Там снизить. Ну, там немножко другая система будет. И вот эти высокорослые перчики. Вот. Как я их буду сеять? Тут вообще даже уже показывать я показывала. Все элементарно. То есть... Сейчас я посмотрю. Один покажу. Корну... Нет, сейчас этот не буду. Там долго два пакета открывать. Глория Оранж. Вот. Делаю такую выемку. До сантиметра. Вот. Глория Оранж. Процесс пошел, друзья. Ура! Вот. И на улице погода хорошая. Вот. Занимаюсь, гуляю. Ну, особо тоже я... В общем, не так, чтобы... Вот эти все замачивания тоже... Это я не люблю уже. Это я проходила. Один раз я замачивала для проклевывания. Вот. Своей так небольшой истории. Потом я, значит, эти проклюнулись. Пока я их положила в землю. В общем, у меня 80% не взошло. Видимо, носик где-то поломался. И все на этом. Вот. Следующий этап замачивать. Ну, еще там в губках, в дисках замачивают. Ну, тоже я пробовала в прошлом году на перце Аркана. Вот тоже половина из пакета я замочила. И половина просто положила сухими семенами. Друзья мои, они зашли одинаково. Вот. То есть я кладу семечку. Вот. Положила. Вот тут влажное все. Вот. И вермикулит. Ну, в общем, замечательно. То же самое, что вы будете замачивать в дисках или в губках, или еще там где-либо. Вот такой вот мелкий вермикулит у меня. Но он профи в прошлом году покупала. В этом году вот пришел вот такой вот, видите, крупный. Ну, вот так вот просеять его, что ли. Ну, или поискать где-то. Вот. Очень хорошо держит влагу. Вот такой мелкий он. Вот. И, пожалуйста, то же самое. То есть, вот я засыпала. У него у меня огромный мешок. Все. Здесь я развела. Вот здесь вот вы можете, пожалуйста, какими-то стимуляторами, какие вы будете делать. Или там вот аквамикс, или что там, добрая сила для рассады. Он впитывает воду вообще просто. Вот знаете, аж прям это очень хорошо впитывает воду. Все. Немножко. И сейчас поставлю все это сделаю. Без вас поставлю в коробушечку и на теплый пол. И все. Лишние работы, не знаю. Лучше пойти погулять. Так, это вот с этим. Это со сладким перцем. Это для того, что я их буду обрезать. Значит, составила я тот же график. Ну, я рассказывала. У меня есть ролик, когда я что буду сеять. Значит, это не так с потолка. То есть, я взяла эти сроки. То есть, я вспомнила, как у меня происходило. Какая у нас была погода. У нас последние заморские. Очень май был холодный. Чуть ли не первого числа были последние июня. Заморские ночные. Потом, значит, вот жара вот эта пришла. Вот от этого уже все отталкиваешься. От того, что, значит, когда... Ну, осень у нас, как правило, теплая. Обязательно бабье лето есть. Вот. Плюс ко всему, еще тут нужно учитывать, у нас холодные ночи. Поэтому мы все-таки сажаем, какая бы жара ни была. Допустим, 30, 27, 30 градусов днем. Ночью все равно будет не больше 15 градусов. Ну, не больше. Вот. Может быть, близость залива здесь. Ну, или все равно мы как живем на северо-западе. Вот, поэтому все, конечно, в теплицах. Хотя в этом году я попробую обязательно на улице что-либо посадить. В грядке у меня будут стоять и также в кашпо. Поэтому я сроки написала себе и никуда я от них отходить не буду. То есть все. Я сегодня 3-го числа досею перцы острые. Это у меня будет мачо. Вот такой вот толстостенный по шкале. Четверочка у него. Вот такие вот бикини. Извиняюсь. Желтый. Он слабо острый. Также я посеяла цитрусовый острый желтый. Мне прислали уже. Вот он острый цицак. Будет два куста посеяно. Очень моим нравится вот это спаньола. Свои семена острые. Он такой тоже длинный. Довольно-таки очень хорошо куда-то в блюдо добавлять. И вот такой вот перец пикантный пепперончини. Вот он тоже с небольшой остротой. Хочу попробовать. Ой. Да что такое? Извиняюсь. Вот. Сладкие перцы у меня будут посеяны. В общем-то, скорее всего, в 4 этапа. То есть сегодня я сею для обрезки высокорослые. Числа 10-го все-таки мне рекомендуют посеять. И думаю, что надо бы. Это сортовые перцы. В том числе и буду сеять полирма. Тоже. Ну, хоть я и сеяла в прошлом году 23-го числа. Мне семена только пришли апреля. И, в общем-то, нормальный был урожай. Но попытаемся снять побольше урожая. У меня их, они будут разноцветные. 4 вида. 4 цвета у меня будут. Вот. Поэтому я тоже их посею с сортовыми. И уже в 20-х числах остатки гибридов для низкорослые, для теплицы. И где-то в начале марта я посею перцы низкорослые. У меня есть для огорода. Вот это по перцам. Ну, по томатам тоже в процессе. Также сегодня надыбала где-то на просторах интернета вот такие интересные штучки и вещи. То есть это томат декоративный, ампельный, рамблин, ред страйп. Вот он такой в полосочку ампельный. То есть сам он 30 сантиметров. И потом у него плетье до 90 сантиметров. Очень интересно. Создан для выращивания в контейнере или в озоне, в патио и на балконе. Вот такой вот красненький там блинка, том ред. Кто сажал, может быть, напишите. Вот баклажанчик вот такой вот бэби. Виолет тоже небольшой. Так, в контейнере диаметром 35 сантиметров. Оптимальная. Ну, прочитаю я здесь все. В общем, до 15 плодов, по-моему, идет туда в озоне. Вот, и вот такой вот перецладкий комнатный пик. А, вот здесь вот 15 штук. На акустике довольно-таки крупных. Ну, вот тоже сегодня посею, потому что здесь потом на веранде стоят. Посмотреть вот просто интересно. Так, ну, все это вот сегодняшние мои работы. Все сказала, друзья мои. Если есть вопросы, спрашивайте. Всем хорошие, посевные, хороших сходах. Пока-пока.